Магнитка в очень упорной борьбе В концовке матча смогла одолеть Бары С отчетом 2-1 Салат Юлаев же очень уверенно Лично для меня переиграл Екатеринбургский автомобиль С отчетом 4-2 Вот такие были последние матчи у команд Пожелаем обеим командам удачи И пускай победит сильнейший Юха Мецела сегодня также Будет защищать ворота уфимской команды И у нас Юха Алкинора Должен защищать ворота Магнитогорской команды Ну конечно обе команды Очень высоко Точнее хороший Высокий результат Планируют показать В этом сезоне И обе команды С двух побед начали Этот регулярный чемпионат Металург обыграл автомобилист И Барыз И соответственно Салат Юлаев Тоже обыграл автомобилист И Барыз Обе команды смогли Победить в гостях И сейчас очная встреча Двух лидеров на данный момент Восточной конференции И первый же момент возникает возле ворот Юхи Мецлы Давайте посмотрим на коэффициенты Что дают вообще на эти команды 2.27 дают на магнитку И 2.86 дают на Салават Юлайф Даже не знаю Что здесь можно вам посоветовать Если после первого Периода будет 0-0 Железобетонно буду ставить На то что Забьют В дальнейшем В дальнейших двух Периодах Это будет 100% И коэффициент Я думаю будет неплохой Но это опять же Если будет Счет 0-0 После первого периода Если конечно такое будет Хотя это очень маловероятно Буду грузить именно на эту Ставку А так по ходу Матча в лаве Наверное тоже буду ловить Какие-то События Голдобин бросает Попадает здесь В Юху Мецл Что логично Да кстати убрал я Кугрушева Спасибо большое за то что В комментариях мне об этом написали Я на самом деле об этом знал Просто вот как-то Кугрушев остался Еще с прошлого сезона Здесь в Салавате Его собственно говоря Я убрал На его место поставил Баранова Баранов насколько я помню играет В составе уфимцев Плетт Передача на Картаева Картаев назад Бросок по воротам Это у нас Бирюков судя по всему Или Зубарев Зубарев бросал по воротам Шайба еле-еле как дошла До Алкинора И тот шайбу Накрыл Браснев будет в зоне хозяев Пока 0-0 У нас 4-13 Остается до конца Первого периода Картаев на Браснев против Николенко Выигрывает Браснев гости Бирюков Картаев Баранов И как все классно Джефф Плетт Отличается в очередной раз На самом деле Джефф Плетт Меня вообще приятно удивляет Влился он в коллектив Мне так кажется Уфимцев Если есть то Болельщик Из Уфы Напишите об этом в комментариях Кто смотрит этот ролик Согласны ли вы С этим утверждением А Кользе Надо дать Передачу уже нужно Неплохо Яковлев В ближнем бою Не переигрывает он Мэтцелу Джефф Плетт У нас друзья Концовка Джефф Плетт Здесь шайбу забирает И не получилось Здесь момента создать И первый период Друзья у нас Подошел к концу Пока уфимцев В гостях Переигрывают Местный металлор Со счетом 1-0 После первого периода Давайте друзья Переходите к периоду Под номером 2 5-5 Абсолютное равенство По броскам После первого периода И 5-0 По выигранным броскам Пользу гостей Команда Салат Юлаев Ни одного братца Не смогли в первом периоде Выиграть хозяева Вот такие вот Показатели После первого Периода Коростелев Снова дрона С шайбой Дрона сам бросают И забрасывают шайбу Здесь защитник Все взял на себя Очень легко ушел От нападающего Салавата Сам подошел к воротам И бросил И забросил Шайбу Как бы это не звучало Смотрим повтор момента Дрона в бросок Ну конечно здесь Коростелев Очень хорошо сыграл Перед галкипером Проехал Вот отсюда Да можно это увидеть Еще попытался Здесь шайбу Тут подставить Но шайба записана На Дронова И я в ассистентах Конечно же Тот кто выиграл Собственно говоря В брасне Это у нас Зернов должен быть Голдобин и Коростелев Нет Голдобин и Коростелев Все таки в ассистентах Кадейкин Коростелев Здесь шайбу забирает Сам входит В зону Будет сам бросать Бросает низом А добиться Не получается Клюшка играет Мэтцла Ой-ой-ой Как опасно Тут сейчас было Чуть на клюшку Соперника не отдал Ой удаление будет В составе Ассаловато В большинстве Две минуты Металлург проведет Кто это у нас Удаляется Шмелев Снова На две минуты Отправляется Помню в прошлом матче Тоже он так же Подвел свою команду Я говорю про матч Который я моделировал Здесь В МХЛ-20 А не про реальный Если что Еще минуту 0-7 Остается у Металлурга Выигрывает брасня Земчонок Кэрри бросает Очень неловко Здесь Неуклюже Немного Мэтцла Этот бросок Парирует Но тем не менее Потом шайбу уже накрывает И по прежнему В большинстве Играет Магнитка Картаев В меньшинстве Играет сейчас Салават И пытается атаковать Панин Ой жестко встречает Здесь Картаев Сейчас забросит Ведь в ближнем бою Не смог переиграть Кадейкин Кадейкин Неплохо Кадейкин Дронов здесь Зарабатывает удаление Задержку соперника Клюшка Отправится на две минуты Вот первое большинство Судя по всему У Салавата будет И 1-1 Между прочим Счет Смотрим повтор Здесь Кадейкин Корпус ставил Соответственно Здесь потом его Клюшкой задержал Григорий Дронов И большинство Салавата Хартиканин Маннин И Гранлунд Выходят на площадку Что неудивительно Собственно говоря Враз не проиграл Здесь Маннин Швырёв Передача на Лайпсика Лайпсик Швырёв Лайпсик Бросок не получается Нужно возвращаться Назад Гранлунд Хафизулин Неплохо Маннин Здесь Атаковал Ворота Кулемин 7 секунд до конца Кулемин Сам бросает Кулемин Шмелёв Здесь мог Шайбу туда бить Друзья У нас второй Перед подошел К концу Пока 1-1 Матчи Между Металлургом И Салаватом Давайте друзья Переходить К периоду Под номером 3 12-10 По броскам Впереди Магнитка Но подавляющее Преимущество У финцев На точке Маннин На бросание Против Майли Маннин Выиграл Брасание Харти Канин Передача на Маннин Нельзя так Нельзя так Шайбу Распасовывать Перед синей линией Маннин Ларсен Харти Канин Хафизулин Ларсен Неплохо Харти Канин С неудобной руки Чибисов Передача Неплохая Здесь Майли Накрывают Яковлев Нужен щелчок Уже какой-нибудь Бросок Поворот Там Далеко Мимо Неплохо Крастилев И как же Блокирует Паннин Эту шайбу А здесь Панин Уже дает Передачу Не самую Хорошую Здесь еще Друг другу Помешали игроки Словата И в итоге Метцелл Клюшка Клюшка Ломается Джефф Плетт Совсем Острого Угла Пытался Переиграть Алкинору Опять же Не получается На 46 секунд Остается до конца Третьего периода Неужели Друзья Мы будем С вами Смотреть Овертайм Вот это повтор Момента У Ларсена Ломается Клюшка И тут же Джефф Плетт С острого Угла Попытался Добить Эту шайбу Чебисов Шайбой Передача Неплохая Яковлев Дронов Ну как же Вы не можете В таких Моментах Переиграть Своего Соперника Галкипера Прямо Есть 100% Моменты Гранунт Неплохой Бросок Но опять же Алкинора Здесь все Контролирует У нас От 19 секунд До конца Третьего Периода И судя по всему Друзья Будем мы все таки Смотреть с вами Овертайм Неплохо Голдобин Бросает Но здесь Вместе со Свистком Получается Бросок Друзья У нас Третий Перед Подошел К концу Не получилось Выявить Победителя Давайте Друзья Смотреть Овертайм 16-14 По броскам Впереди Магнитка На точке 15-5 По этому Показателю Впереди Салават Юлаев И даже Не знаю Кто здесь Заслуживает Больше Победы У нас Начинается Овертайм 3-3 Зерно Против Манина Зерно Брос не выиграл Голдобин Голдобин Что будет делать Неплохо А ну вот же Вот же Вот же Как легко Оказывается Можно эту шайбу Забросить Но там конечно Многое сделал Нападающий Который был Возле синей линии И вот так вот Магнитку у себя Дома в овертайме Тут же На первой же минуте Забивают эту шайбу Поздравляем Мы всех Болельщиков Металлурга С этой победой Если вдруг Еще не подписан На мой канал То прямо сейчас Обязательно это сделай Поставь лайк Влюбий комментарий Нажми на колокольчик Чтобы не пропускать Новое видео Всем до скорых встреч Всем пока Кстати Зернов Забросил эту шайбу А Голдобин Здесь очень классно Конечно сыграл Всем пока Ребят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok